Мы на поле, где посеяна кукуруза, но интересно вот как она посеяна, на мой взгляд. Значит, здесь росла люцерна, и мы использовали эту люцерну на корм скоту, скашивали и убирали отсюда. По прошествии 7 лет люцерна уже начала выпадать, и мы вводить в севооборот, сюда надо было уже другие культуры. Каким образом мы это сделали? Да, хочу еще сказать, что как мы выращивали люцерну. Мы не просто монокультуру люцерны здесь сделали, мы еще сюда подсевали злак. То есть мы в перемешку с озимым ячменем, озимую пшеницу еще сюда подсевали. Это нам пытались сделать более разнообразной диету для почвенной биоты, чтобы не только люцерна поддерживала жизнь резобий, как мы знаем, она фиксирует азот, на ее корнях живут резобии. Но также еще злаковый компонент сюда привносили, чтобы как можно пытались разнообразить почвенную биоту. Затем весною мы заехали и обработали смесью с глифосата, с 2,4D и декамбой. Убили. И прямо вот в зеленую. То есть мы убили, и на следующий день буквально мы сеяли. То есть поле стояло зеленое, люцерна росла, а мы туда все сели кукурузу. Кукуруза начала сходить, люцерна с пшеницей, с сорной растительностью погибать. На следующий день имеем вот такой вот вид. Значит, я хочу сказать, что рядом вот участок, где пшеница, мы там уже такой фокус проворачивали 3 года назад. Без применения каких-либо удобрений мы получили 50 центеров с гектара. Кукурузы? Да, поле церни. Ну, надеемся, что здесь результат будет не хуже. Гибрид французский фирмы Рашт. Название я его не помню, но вот. Думаю, все здесь будет хорошо. То есть без удобрений? Да. Выращивали люцерну. Вот смотрите, 7 лет мы сюда ничего не вносили. Ни фунгицидов, ни инсектицидов, ни гербицидов, ни удобрений. Под кукурузу мы сделали то же самое, не вносили удобрения. Да, нам пришлось внести гербицид, нам пришлось убить вегетирующий сорняк вместе с люцерной. Ну, вот так. Но если разложить это, допустим, мы 7 лет не применяли, и ту дозу разложить на вот эти годы, то там затратная часть не такая уж большая и получается. По сути дела, понесли затраты мы здесь, выполнили работу. То есть посеяли и купили семена. Обработаем еще гербицидом. Гербицидом будем? Будем, да. Потому что, ну, сейчас чисто как бы, да? Но я думаю, будут идти дожди, появится сорняк, гербицидом, каким-то гербицидом здесь поработаем. А фунгициды? Нет, ну, по кукурузе мы их и не применяли никогда. А сейчас, тем более, этого делать не будем. Яношно, яношно. Это можно сказать, первый раз мы там начинали, первый раз посеяли. Вот. Там вклад покровной культуры вырожай будет, ну, или никакого, или там минимальный, так скажем. То вот на этом поле кукурузном здесь, я считаю, что уже их вклад какой-то будет. Потому что... Было значительное. Да. Потому что, как бы, сама люцерная, ну, она-то была на фураже, выращивалась. Но и в то же время, вот, являлась, как бы, предшественником и покровной культурой. Плюс к тому мы разнообразили, то есть сюда еще всевали холодостойкие злаки. Каждый раз разный или один и тот же злак? Один и тот же. Ну, смесь, это было, мешали озимы, ячмени и пшеницу. Почему эти? Потому что они хорошо друг друга дополняют и вместе хорошо растут. При этом и люцерна лучше росла. И масса, мы тогда очень много здесь фуража смогли получить. То есть люцерна вместе с пшеницей, такой получался, очень большая масса фуража. То есть это тоже хороший такой прием. Я вас... Подсмотренных у коллег, у коллег, это мы научились у коллеги, нам посоветовали. Говорят, что попробуйте, вы будете довольны. Да, мы действительно довольны. А скажите, в какой момент вы косили вот эту смесь с пшеницей? Перед выходом колоса. То есть вот примерно сейчас бы мы уже ее должны были косить. Да, или сейчас, или, ну, может быть, неделю. Еще, как бы, на неделю позже. Это первым укосом вы делали, да? Да, да. А потом отдельный укос еще делали просто? Ну, мы как... Или не делали уже? Мы обычно первый укос делаем, убираем на корм скоту, так как нам большой потребности в хураже у нас нет, то мы второй укос оставляли на семена. То есть мы получали семена люцерны. Мы скашивали, убирали пшеницу, убирали ячмень, убирали первый укос люцерны. Потом чистая люцерна отрастала. Мы ждали, пока она зацветет, отсветется, делали десекацию и убирали, получали семена люцерны. Для своих целей, не для продажи? Ну, для своих целей сейчас, как бы, стараемся животноводством еще собственным заниматься. Кроме того, что у нас пайщики, которым нам на паи нужно раздавать, фураж, мы еще собственным животноводством начали заниматься. Поэтому, как бы, часть посеяли себе, часть там что-то продали, поменяли. В общем, семена люцерны, это тоже хороший бизнес. Ясно. Доброго. Просто задают вопрос о том, насколько рентабельно выращивать покровные культуры. Рентабельность выращивания покровных культур зависит от затрат на само выращивание, да, от того, сколько стоят семена. То есть, если мы будем иметь дорогие семена, тратиться будем на силу покровных культур, большие затраты нести, а выгоду, которую будем получать в результате того, что мы выращиваем покровные культуры, эти затраты будут забирать. Вот что мы для этого делаем, чтобы сделать более рентабельным это производство. Мы сами выращиваем семена покровных культур для себя. Вот это поле, небольшой участок, посеяли гречиху, вырастим и будем их использовать как семена, компонент смеси семян покровных культур. Есть у нас сообщество фермеров, знакомых, которые занимаются тем же самым. Они выращивают какие-то другие культуры. Как здорово! И мы меняемся, то есть, да, мы сами что-то вырастили, затем поменялись у кого кто-то что-то другое вырастил. Тем самым мы имеем семена покровных культур по цене их выращивания. То есть, надо сокращать. Да, нет, надо сказать о том, что покупая дорогие, может там самые хорошие какие-то топовые семена, мы сводим на нет экономическую целесообразность выращивания самих покровных культур. Потому что очень дорого купить семена и потратиться на эти семена. А вот таким способом, то есть, самому выращивать семена и потом их использовать в смесях, это такой путь, который может сократить затраты. А скажите, сколько фермеров участвуют вот в этой кооперации по покровным культурам? Ну, по крайней мере, вот весной мы обменялись с тремя. То есть, я и еще два фермера. Мы организовали такое сообщество. Выделили машину. И машина эта объездила три хозяйства. Что-то взяли в одном хозяйстве, сгрузили в одном, добавили сюда, привезли в третье. И вот так вот мы развезли семена покровных культур, развезли. Вы выращиваете только из покровных? Вы выращиваете только гречиху. В этом году только гречиху. Но в этих смесях я еще немножко добавляю компоненты товарных культур. Например, я туда добавляю подсолнечник, кукурузу. Лен, горох. Они у вас тоже есть? Да, вот подсолнечник, кукуруза, лен, горох. Уже четыре культуры, которые являются и компонентами смесей. Да, гречиха, вот она не как товарная, она только выращивается для того, чтобы использовать ее в смеси. Вот. Что-то еще я поменяю. Возможно, что-то куплю. Но это не будет все. Это не будут, допустим, вот если у меня в смеси там 9 культур или 12 будет, да, в смеси покровных культур. Возможно, из этой смеси я одну или две, один или два компонента я куплю за деньги. Да. Но это, да, это вращение. Если 12 культур, то надо будет полную норму высева как минимум на 12 разделить. То есть это не будет дорого. Я куплю, может быть, тонну, может быть, там полторы тонны семян, которые трудно вырастить. Допустим, редьку масличную, либо там еще какие-то такие экзотические семена, которые мне захочется купить. И да, я потрачусь. Но это будет недорого, потому что это из расчета на гектарную норму, это будет очень мало. А вот вы не прикидывали затраты на гектар покровных культур по-вашему хозяину? Прикидывал, считал. Ну, в тысячу мы легко входим. Да, то есть это вместе с посевной компанией, вместе со стоимостью семян. Да. Вот в тысячу. То есть аналогичные затраты, как и у перепелицы. Если мы будем выходить, экономика покровных культур будет выходить за вот эту тысячу, то ими заниматься нецелесообразно. Надо, чтобы это было просто и дешево. Это тоже одно из таких главных условий заниматься покровными культурами. Очень хорошо. Вопрос. Говорят, что подушка из растительных остатков помогает защитить нулевые посевы от морозов. Помогло ли вам это в этом году? Ну вот, в этом году были возвратные заморозки. И были заморозки тогда, когда мы уже посевы, наши посевы кукурузы уже были, взошли, вегетировали. Хочу сказать, что когда приходят возвратные заморозки на поле, где имеем большое количество растительных остатков, ну здесь их, скажем так, может и небольшое, но довольно-таки приличное. Да, тут они заметны. То мы имеем большее повреждение культур от вот этих морозов. Значит, вот посмотрите, что мы получили в результате этих заморозков. Здесь вот это следы от мороза. Вот. Вот это повреждение морозом. Этот лист полностью погиб. И этот лист имеем полностью погибший. Вот это все. Это отросло уже после того, когда это все погибло. К счастью, кукуруза сама пострадала не вся. Вот она не пострадавшая от мороза. Но очень много такой, которая пострадала. Вот если порядком и пойдем. Смотрите, вот эта пострадала. Вот ее лист, приморозила ей. Вот эти листочки морозом убила. И вот листок. Вот. Вот. Это листья, которые убила морозом. Какая температура минус была? Вы знаете, я не знаю. Мороз был неравномерно. Он был, ну, такими мозаичными пятнами везде по полям. И где-то не пострадала совсем. Где-то пострадала. У меня дома есть метеостанция. Она показывала 0,2. Минус 0,2. Но она стоит у меня на вышке. То есть какая была температура вот здесь. У поверхности. У поверхности. Я не знаю. Мне трудно сказать. Но одно очевидно, что чем больше растительных остатков, тем сильнее возвратные заморозки повреждают растущую культуру. Почему? Потому что наличие растительных остатков препятствует прогреванию почвы. Почва гораздо медленнее прогревается весной. Она меньше аккумулирует в себе энергии, которую могла бы потом отдавать. И даже прогретая почва, растительные остатки мешают продвижению вот этого тепла. Как в почву, так и из почвы. Тогда она должна отдавать. Вот атмосферный мороз. А тут у нас растительные остатки, как одеяло. Она не дает отдавать тепло, чтобы обогреть вот эту зону, где растет растение. Поэтому семена может сохранить вот это вот одеяло из растительных остатков, когда зимой, да? Зимой. Вот тут надо разделять. Вред от возвратных заморозков и вред от морозов, которые зимние наши. Значит, зимою почва, если у нас здоровая почва с хорошей физиологической активностью микроорганизмов, она вообще не промерзает. Вот кто уже добился высокого здоровья почвы, она зимой не промерзает. И люди говорят о том, что это один из показателей здоровой почвы. Она не будет промерзать. Поэтому, естественно, и посевы озимых культур, вот те семена, которые в эту почву попадают, они не пострадают. Ясно. Ну, защититься от них, это сложно очень. Нет, это невозможно, да. Ну, Александр Иванович, может быть тогда попутно еще один вопрос по поводу того, что экстремальный год, а нынешний он суперэкстремальный. Вот наутилеры говорят, что мы в экстремальный год всегда выиграем по сравнению с традиционщиками. Вот понятно, что до урожая еще далеко, но тем не менее по состоянию посевов, по запасам влаги, что можно сказать? Он же год еще и засушливый очень. Ничего пока нельзя сказать. Да. Надо ждать результатов, да. И еще хочу сказать, как бы мы не пытались сравнить, но мы не сравним. Это надо помещать в одинаковые условия и в одном поле, в одинаковое плодородие помещать эти два варианта. По наутилу с остатками и по обработке. Тогда мы какие-то результаты получим. По запасам влаги, по урожаю. А так, как мы сравним? Предшественники разные. Всегда условия разные. Поэтому, опять же, пусть у меня влаги больше, но эту влагу растения не смогут эффективно использовать. Из-за того, что у меня питательных веществ меньше. Я же не вношу столько удобрений, сколько вносят классики. Плюс они обрабатывают землю, минерализуют органическое вещество. Еще дополнительное питание получают. У них за короткий какой-то, может, период, она более активно будет вегетировать, чем та, которая... Моя весной всегда отстает. Вот если мы посмотрим по обработке, там всегда культура будет выше. Почему? Потому что почва холоднее. Она накрыта. Это все отражает солнечный свет, не дает прогреваться. Ниже температура, ниже активность физиологическая. Все процессы заторможены. Возможно, потом, когда будет жарко, мы будем какое-то выравнивание наблюдать. То есть там она будет угнетаться, там, возможно, будет меньше влаги. А здесь она будет более комфортно себя чувствовать. Может быть, выравняется. То есть пока еще абсолютно рано об этом говорить. Ясно. Хорошо. Посеяны после покровных культур. Здесь была зимая пшеница в прошлом году. Мы ее убрали и сразу посеяли покровные культуры. Смесь какая была? Смесь там около 12 компонентов. Конкретно вот эта покровная культура росла. Некоторые растения отвегетировали и осеменились. И в этом году в посевах подсолнечника дали, потому что многие спрашивают, а как вот с падалицей покровной? Вот она, падалица покровной культуры. Это вот редька масличная. Это горчица, а это лен. Вот видите. Но в остальном проблем нет. Мало того, мы сеем подсолнечник устойчивый к трибинуронметилу, к гербициду. И мы вот эту проблему снимаем легко. То есть, да, падалица есть, она всходит, но это проблема решаемая. И никаких затруднений в посевах она у нас не вызывает. Ну, то есть вы еще будете работать? Мы уже поработали здесь. А, так они доживают? Он доживает, да. Он уже мертвый, да. Мы тут уже поработали. Ясно. Просто это было вчера, и, естественно, сегодня этого еще не заметно. Но здесь растительных остатков тоже немало. И это как, плохо скажется на подсолнечнике или нет? Растительные остатки, они каким образом влияют на все культуры? Если растительные остатки углеродистые, то при их разложении микроорганизмами, микроорганизмы будут забирать из почвы азот. Поэтому, естественно, культуре азота достанется меньше, чем бы, если бы их не было, растительных остатков. Вот в чем проблема. И это большая проблема на 0.00. То есть подсолнечника, богатого урожая вы здесь не ожидаете? Ну, как бы в среднем мы центров 20 получаем каждый год. В среднем. Поэтому богатый это урожай, небогатый. Минеральных удаврений нет? Нет. Ни под подсолнечник, ни под кукурузу мы удобрений не вносят. Ясно. А что касается защиты от вредителей, болезней? Вот этот ЛЕ-25, он идет, к сожалению, протравленный и фунгицидами, и инсектицидами. То есть он круизером протравленный. Вот какой нам его привозят, такой мы его и сеем. А затем, по мере в дигитации? Есть повреждения. И даже можно их найти. Съедают эти... Ну, будет... Листочки... Ну, пенечки остаются. Оно вот таким образом объедает одни эти пенечки. Остаются. Мы на это... Ну, принимаем это как должное. То есть мы с этим не боремся. Вот тут что-то, безусловно, съеденное. Но глобально на ситуацию это не повлияет. Мы принимаем просто эти... Ну, потери, как бы изначально мы их принимаем для себя. И ничего не обрабатываем. Вот, когда он в таком состоянии, он уже не к проволочнику сильно не восприимчив. Он уже не к этой... Вот эти жуки его меньше едят. Сейчас начнут зайчики съедать. Им пить хочется, да. Они съедают и тогда пьют этот водич. Но это, как бы сказать... Естественная убыль. Такая убыль, она может быть и на полях, где обрабатывается. И все зависит от ситуации изначально. Но если вот раньше гораздо больше было вредителей. И мы что делали? Мы немножко больше сеяли. Ну, то есть предполагая, что часть какая-то, да, часть какая-то будет погибнет, часть какая-то будет повреждена, сели немножко больше. Сейчас это не так остро уже стоит. Вот видно, уже какой-то баланс начинает формироваться на наших почвах. И мы обычной нормой сеем так же, как и все. И у нас нормальная густота стояния получается. Норма высева какая? Здесь 65. Ну, можно гуще, наверное. Можно 70 сеять. Ну, сеем 65. Да. Ну, вот здесь видны следы от маркера. И тут, может быть, уместно задать вопрос. Вот для наутила более актуальна тема точного земледелия, спутниковой навигации и прочих вещей. Как бы в этом вопросе все намешано, в кучу свалено. Что хотелось бы вот из того иметь, что вот вы назвали? Отказаться от маркеров. Это однозначно. Они у вас больше в виду выставляют, чем даже сеялка. Теперь, вот там, где мы маркером прошлись, там будет сорняк активно расти. Мы его посеяли. И вот эти строчки, они к уборке прям будут видны. Вот. Причем они там будут, если мы вот первую волну сейчас снимаем, потом в междуряде этой второй волны будет гораздо меньше, то по маркеру там мы будем иметь и вторую волну такую активную. Ну, то есть с разрушениями почвы. Вот если мы сеем без разрушений, да, вот. Да. Практически нету разницы. Неда нет. Да, ну вот здесь вот прошел сошник, он туда заделал семена. Но видите, вот солома, все, все как бы довольно, как бы не видно разрушений. Маркер, конечно, сильно разрушает. Да, да. Поэтому вот иметь навигацию было бы полезно, да. Это первое. То есть элементы. Да, 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 да. А что касается, ну что еще точное земледелие? Там вроде бы как удобрения, вот, да, вносят, дозированные. Дозированные. Да, вот эти карты составляют и от плодородия составляют. Но мне более интересно не покупать больше удобрений и вносить их на неплодородные участки. Мне было бы более интересно вот эти неплодородные участки сделать более плодородными. Вот для меня как бы интереснее в этом направлении работать. Ясно, ясно. Хорошо, хорошо. Ну, вот. То есть здесь вы не планируете ни фунгициды, ни секунгициды? Ну, по подсолнечнику их вообще как бы мало кто применяет, да. Мы никогда не работали, работать фунгицидами не будем. Вот проблема с сорняками. Я уже говорил о том, что проблему с сорняками и проблему с питательными веществами. Вот две на сегодняшний день такие актуальнейшие вопросы. Хорошо.